Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман. Сегодня, как вы и просили, я слеплю меха Годзиллу из нового фильма Годзилла против Конга. Самый первый вариант меха Годзиллы я уже лепил, если вы вдруг пропустили это видео, то ссылку на него я оставлю в описании. Огромное спасибо вам за поддержку, за лайки и комментарии. Приятного просмотра! Ну а сейчас я расскажу про меха Годзиллу, механизированного Дайкадзю из фильма 2021 года Годзилла против Конга. Имя меха Годзиллы происходит от слова меха, механический, и другого монстра Годзиллы. Официально это воплощение называется Меха от Апекс Кибернетикс, а в фильме Джош Валентайн окрестил его Меха Годзилла. Меха Годзилла в фильме изображался при помощи компьютерной графики. Единственная часть, которая была изображена в живом действии, это кабина, в которой пилот управляет механическим зверем. Меха Годзилла очень похож на своего тезку. У него есть серия коротких металлических пластин, напоминающих спинные пластины Годзиллы, идущих от задней части шеи до кончика хвоста. Его передние конечности значительно крупнее и немного длиннее, чем у настоящего Годзиллы, и снабжены четырьмя когтями. Его ноги имеют небольшое сходство с ногами Гидоры, хотя тело больше напоминает тело Годзиллы. Хвост Меха Годзиллы снабжен смертоносной дрелью, которую он пытался использовать против Годзиллы и Конга. Когда он не используется, он складывается в лезвие, удивительно похожее на Юнисот, изображенное на хвосте воплощения персонажа эпохи Сева. Меха Годзилла обладает красным энергетическим лучом, способным прожечь взрослых черепозавров, а также сжечь чешую Годзиллы. Этот луч также обладает способностью блокировать и подавлять атомное дыхание Годзиллы. В отличие от предыдущих воплощений, эта меха Годзилла обладает повышенной физической силой и человеческими рефлексами, которые позволяют ему без особых усилий одолеть взрослого черепозавра, а также опрокинуть и бросить Годзиллу. Меха Годзилла мог комбинировать эту способность со своими рукопашными атаками с плазмой для дополнительного урона, что позволило ему одолеть Годзиллу и Конга в финальном бою, несмотря на то, что меха был в меньшинстве, хотя и следует учитывать то, что оба Титана были чрезвычайно истощены и ранены после боя друг с другом. У меха Годзиллы есть двигатели, установленные в его спине и по бокам, что позволяет быстро двигаться и добавлять импульс его ударам. В 2014 году Годзилла заявил о себе всему миру. Годзилла оказался защитником и помог избавиться от Титанов, но Апекс Кибернетикс под руководством своего основателя Уолтера Симмонса приступила к разработке оружия, которое также могло бы бросить вызов Титанам. Годы работы были вложены в этот секретный проект. Основная часть строительства велась на объектах в Апекс в Флориде и на горе Виктория Пик в Гонконге. Управление гигантской машиной оказалось сложной задачей. За загрузку меха Годзиллы отвечал ряд технических специалистов, но для успеха боевой машины против Титанов требовался более эффективный способ быстрого маневра и атаки. Решение по контролю над меха Годзиллой появилось неожиданно. Было решено использовать череп Гидоры как живой суперкомпьютер и нейронный интерфейс. Это было достигнуто за счет использования телепатических способностей Гидоры, поскольку три головы использовали это как способ общения друг с другом. Эта возможность была переоборудована через нейронную связь с пилотом, чтобы управлять действиями робота удаленно. Таким образом, пилот мог управлять гигантским роботом. Сначала мощь меха Годзиллы была испытана против взрослого черепозавра. С ним меха Годзилла легко справился. Энергетический луч меха рассек черепозавра пополам. После экскурсии на полую землю меха Годзилла получил энергию от ядра земли. Однако приток энергии пробудил остатки сознания Гидоры в черепе, преодолел контроль и убил его создателей. После этого меха Годзилла вступил в бой с Конгом и Годзиллой. Меха Годзилла мог бы одолеть короля монстров и убить его, если бы не вмешался Конг. Подробнее об этом вы можете узнать, посмотрев фильм. Это была история меха Годзиллы, но я продолжаю лепку. Кстати, ребята, завтра 1 мая нашему каналу исполняется 6 лет. Так что хочу заранее поблагодарить вас за поздравления. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 субтитры делал DimaTorzok